Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Традиционно для пятницы мы подводим финансовые итоги недели. Хотя во многом уже есть, наверное, повод, есть смысл. Хотя мы не будем этим заниматься. Можно подводить уже и финансовые итоги года. Сейчас вот мы с Костей поговорили за эфиром. Действительно, на следующей неделе это уже не рынок, это уже смех. Сплошные праздники, сплошные выходные. Да и мозги-то другим заняты уже. Другим заняты. Что подарить на Новый год? Итак, друзья мои, я представлю прежде всего моих сегодняшних гостей. В студии сегодня Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал». Добрый вечер, Костя. Добрый вечер. И в студии Дмитрий Беденков, начальник экономического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Я так понимаю, у вас тоже уже праздничные настроения такие, да, предвновогодние. Как у всех. Как у всех. Мы ничем не отличаемся. Мы, аналитики, ничем другим, ничем от других не отличаемся. Вот. Но, тем не менее, я еще раз повторю, теперь уже в эфире, да, поговорить о рынке нам придется сегодня. Вот. Поговорить о последних значимых событиях. Ну, и если, конечно, удастся и даже на следующую неделю дать некие прогнозы, я думаю, это будет несложно. Потому что, да, Костя, говоришь, уже праздники на следующей неделе, что тут прогнозировать. Значит, уважаемые слушатели, традиционные приготовления для вас, напоминаю. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495. 6510-996. Звоните, задавайте свои вопросы. Далее, есть возможность присоединиться к нашей беседе, зайдя на сайт компании финам.фм. И, соответственно, задать свой вопрос там или поделиться собственным мнением. Можно это сделать. Ну, и традиционный, еще раз повторю, для этого времени. 1806 в Москве. Давайте посмотрим, как чувствуют себя основные индикаторы в финансовых рынках, мировых. На этот момент индикаторы рынка отечественного сегодня в минусе. Вот, видимо, после вчерашнего роста, да, там фикс какой-то пошел. Сложно сказать вообще, что происходит. Но, тем не менее, мы наблюдаем в моменте. РТС теряет больше процента, 1513. В общем, закрепиться ему удалось по вчерашнему закрытию, судя по всему, выше 1500. ММВБ теряет 0,7%. 1477 его текущая котировка. Вот, американцы отросли вчера. Ну, по крайней мере, с NP500. Вот, посмотрим, как они откроются сегодня. Фьючерс вот уже в минусе, я смотрю. На CP, я имею в виду, да? Фьючерс на CP в минусе. Значит, откроется рынок через полчасика, поэтому я озвучу, как он будет себя чувствовать. Сырьевые рынки Forex. Нефть марки Brent в районе 110 долларов. 109 за бочку. В общем, не сильно она нас удивляет. Золото, я традиционно повторяю, уже много дней продолжает волатильную торговлю. Вчера оно упало в район 1620, да? Очередная поддержка 1620. Сейчас отскакивает 1650 за унцию его текущая котировка. Евро-доллар, собственно, ходит в диапазоне. После того, как несколько дней назад была попытка протестировать 1.33, вот сейчас он более-менее устойчив. И 1.32 его текущая котировка. Вот он откорректировался, да? Фигуру потерял он, но для этого есть какой-то повод, видимо. И основной набор голубых фишек. Разнонаправлен сегодня. Больше процента теряет Лукойл, больше процента теряет Росгидро, Сбербанк. Вот, лидера роста не могу определить. Все как-то очень так. А, Уралкалий 3,5% в моменте. Вот сейчас я смотрю. Вот такая вот история, такая ситуация на финансовых рынках. И давайте начнем, Костя, с тебя начнем, давайте начнем подводить итоги недели. Что было интересного на этой неделе, собственно, что может быть итогом? Ну, на этой неделе самое интересное, если говорить о глобальных рынках, то это продолжалось шоу «Фискл Клифф» в Америке. Шоу, мне нравится, мне нравится это слово. Потому что постоянно рынки то ставили на скорое завершение переговоров, то, что они успеют... Извините, я перебью, я вот шоу, мне понравилось твое. Я помню, несколько месяцев назад у нас родилась в этой же студии термин по поводу Греции и проблемы еврозоны. Сериал «Санта-Греция». Вот так мы ее, помню, придумали. Наташа Лесина. А вот сейчас шоу «Фискл Клифф». Так по-американски. Давай. Вот, значит, ну и в итоге под конец недели в результате оказалось, что вроде как ничего, ни о чем не договорились. Потому что все это было виртуально. Как бы рынок на виртуальных всяких слухах и новостях отыгрывал, пытался там подрасти. Вот. Что на нашем рынке было? Ну, на нашем рынке были попытки прорыва, показать, что индексы прорываются наверх. Были попытки покупать бумаги, которые наибольший вес в индексе имеют. Такие, как «Лукойл», такие, как «Газпром», частично «Сбербанк», «ГМК Норникель» неплохо выглядел. Ну, «Газпром», я смотрю, действительно он... Да, вот «Газпром» — это, наверное, можно сказать, тема этой недели, потому что, учитывая, как он торговался весь год, и не этот, не первый год, а все, наверное, последние, наверное, два, может быть, и даже три года, два-то точно, и, в общем-то, это просто удивительно, что акции «Газпрома» выглядели лучше рынка, и были действительно лидерами среди голубых фишек и по объему, и по интересу, в принципе, за последние вот особенно два-три дня там активизировался спрос, и плюс еще тот информационный повод появился, сайт директоров обсуждал инвестиционную программу, одобрил ее на таких минимальных ожиданиях. Это, естественно, совершенно не означает, что это не будет пересмотрено по тому сторону увеличения по факту, как это было в этом году, но, тем не менее, это создало необходимый такой информационный повод, чтобы еще привлечь инвесторов в акции «Газпрома», и тем более, естественно, «Газпрома», по мнению большинства, это дико дешевая акция с огромным там возможностью и потенциалом, вот, и непонятно, почему она такая дешевая, вот, ну, в общем, «Газпрома» пытался к своему уровню сопротивления, сопротивления, с моей точки зрения, это где-то 147 рублей, если так говорить, ну, плюс-минус там 150, вот, вот, двигаться в этом направлении, так что вот это вот, наверное, удивило, вот, а в остальном была торговля такая, в общем-то, опять же, дисбалансы, скажем так, диспропорции сейчас на глобальных рынках, они, вот, не, как бы, не позволяют мне, вот, логично все объяснить, потому что, смотрите, с одной стороны, у нас идет, продолжается фактически тотальная продажа доллара к большинству валют, как торговых валют, так и евро к фунту и так далее, только иена хуже выглядит, пожалуй, вот, рынок акций США подрастал, имя же «Маркетс» индексы подрастали, «Трежерис» припадали, вроде, как бы, тут все логично, но, с другой стороны, «Комодитис» не росли, ну, WTI чуть-чуть сократила спред с брендом, но бренд фактически стоит на месте, «Софт Комодитис» упали, «Драгметалла» рухнули. — Рухнули именно. — Удивительно, слабый доллар должен вызывать спрос в «Комодитис», ожидание, как, куи, там, инфляции, которые двигают «Трежерис» в доходность вверх, должны прежде всего провоцировать спрос на «Драгметаллы». Ну, «Драгметаллы», золото оказалось на несколько месяцев, месячных минимумах, серебро провалилось ниже 30 долларов, то есть, вот это, конечно, вызывает, наверное, самый большой знак вопроса, что происходит. — Не понимаю. Вот. Вероятно, эта вообще история началась, кстати, после ФРС в декабре, после явления огромного QE, очередного увеличения с увеличением бюджета, и вот такая ситуация началась. — Эта история, ты имеешь в виду, что непонятка вот это началась. — Ну да, в общем, не очень логичная ситуация, может быть, это объясняется концом года, и какой-то определенной долей рисовки вообще во всех этих глобальных индикаторах. Посмотрим, что будет в следующем году. Я думаю, что вот, причем золото и серебро сейчас вот реально оказались очень перепроданными. У них технические показатели говорят о том, что, в принципе, отскок там может быть уже вот ближайшая, скажем так, неделя. — То есть до Нового года? — Ну, просто до Нового года вообще трудно говорить о чем-то. Потому что, ну, на Западе там торговля более-менее начнется уже в конце декабря, более-менее, опять же, с перерыва на первое число. Но, скорее всего, это будет уже начало следующего года. Но вот эта вот тема, конечно, такая непонятная. — Дима, тебе все понятно, что происходит сейчас? — Ну, со многими позициями, которые Константин озвучил, я согласен, действительно. Общий фон такой, что инвесторы, грубо говоря, не знают, куда бежать, что делать. То есть те сигналы, которые поступают по макроэкономике, от финансовых властей, по основным проблемным вопросам в еврозоне и фискал-клиф, они носят противоречивый характер, и, видимо, здесь отдельные инвесторы по-разному их воспринимают. Но, в целом, можно сказать, что мы видим некоторое увеличение спроса на акции, прежде всего, на emerging markets. Мы увидели, что китайские акции, турецкие, достаточно хорошо подрастали. — Это в последние несколько недель, да? — Да, в последнюю неделю, по крайней мере, в основные индексы китайские, там плюс 5% в MSCI, там плюс 3,5% по Бразилии, по Китаю. Можно сделать предположение, что часть спекулятивного капитала выходит из металлов и вкладывается власть. — Дима, извини, пожалуйста, сейчас мы послушаем новость, а потом мы продолжим, мы будем тебя слушать. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам ФМ «Сухой остаток», я Олег Дмитриев. Сегодня, в пятницу, подводим финансовые итоги недели, ну и поговорим, естественно, о неких ожиданиях, ну уже, наверное, начало будущего года. Кстати, я хочу сказать моим гостям, действительно, вопросы, вот, в основном, примерно в том русле, да, о котором Костя с Димой говорили, вот это несовпадение какое-то ожидание, да, логических ожиданий и текущей ситуации на рынке, и, вот, в частности, драгметалл интересует наших слушателей, но мы вернемся к этим вопросам чуть позже. Значит, я еще раз представлю мои гостей, это Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал». Телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт финам.фм и присоединилась к нам аудитория финам.ру, которая смотрит и слушает наш эфир. Дима, я тебя прервал, собственно, твоя точка зрения, продолжай, пожалуйста. Ну, идея, может быть, как одно из объяснений того, почему у нас есть такой вот дисбаланс между спросом на доллар и падением цен на драгметаллы и металл в целом. В частности, да. Что, возможно, часть спекулятивных инвесторов, часть хеджеров, хедж-фондов уходит из драгметаллов в акции. Мы видим, что некоторый рост спроса на emerging markets, прежде всего на Бразилию, и плюс на Китай, который отставал в этот год, но на этой неделе делать там по основным индексам больше 5%. Плюс Турция хорошо торговалась. То есть, возможно, мы видим некоторую перекладку. Наш рынок не будет в этом списке у тебя? Ну, насколько я представляю себе, пока что уровень спроса на приток фондов в Россию достаточно умеренный, нельзя говорить о каком-то увеличении спроса. Возможно, это, как и в прошлые несколько лет, отразится в первом квартале. Но пока что на это могут повлиять различные факторы, включая те, о которых мы говорили, и Фискл Клифф, и Европа. Но в целом, думаю, что это как одно из объяснений, почему происходят такие дисбалансы, можно сказать. То есть, существенных изменений в инвестиционных предпочтениях не происходит. Но поскольку уже как бы и предновогодние праздники, многие инвесторы уходят на каникулы и хотят реструктурировать как-то свои портфели. Плюс, как бы, соответственно, какие-то отдельные игроки крупные могут таким образом двигать рынок, и движения становятся более выражены. Ну, тем более, если говорить, да, все-таки относительно низкой ликвидности при новогодние торговые дни, да, достаточно. Да у нас низкая ликвидность на рынке российском уже несколько месяцев длится. Этот год вообще провальный с точки зрения объемов. Просто кошмар и ужас, потому что такого, я не знаю, нежелания покупать на локальном рынке, будь то каких-то глобальных фондов, крупных инвесторов, именно на локальном. Потому что понятно, что объемы на НДРах есть, в принципе, но вот локальные рынки просто ужасно выглядят. То есть, такие низкие объемы, это вот за год, там, по-моему, несколько раз только вспышки были объемов и все. Ошмарики. Ну, вот, кстати, Дима говорил о том, что вроде, да, развивающие рынки там немножко зашевелились, а наш еще нет. Это говорит о том, что на нас потом посмотрят. Нет, ну, как, я не знаю, как. У нас, в принципе, ралли длится больше месяца. В принципе, вот так, по-хорошему. То есть, если брать уровни середины ноября, то это уровни 1350 пунктов практически по РТС и по ММВБ. По РТС мы сейчас выше 1500. То есть, у нас больше 150 пунктов, а вообще-то это больше 10% рост. Причем он без откатов, фактически. Он идет кверху, вот, можно посмотреть. Примерно то же самое было перед КВИ в сентябре. Но там было просто как свечка вверх на 200 пунктов. Сейчас наклон более такой плоский, как бы горизонтальный. Но все равно больше 150 пунктов и укрепление рубля. Тут сказалось, естественно, ММВБ больше 100 пунктов сделало. То есть, в принципе, мы неплохо торгуемся, учитывая то, что 11 недель оттока по фондам и ПФР, то, что нам говорит. И это сочетается, в принципе, с достаточно стабильным, уверенным ралли на российском рынке. Просто вот слово ралли многие трейдеры в данном случае не любят применить к российскому рынку. Почему? Потому что они говорят, у какой ралли, если вот там тот же «Газпром» валяется 140 рублей, никому не нужный. Они все вот на это упирают. Хотя другие бумаги отскочили и, в принципе, очень достойно выглядят. Та же «Роснефть» и «Лукойл» и «Сургутнефтегаз», да и «Сбербанк» что-то там смог показать. Вот бытует такое мнение также, что «Газпром» замыкает всегда, как самая такая вот тяжелая бумага. Замыкает всегда общее движение на рынке. Ну, не знаю, посмотрим. Потому что, мне кажется, все-таки это больше с такими рисовками конца года связано. Вот ситуация в «Газпроме». Рисовками именно с техническими рисовками. Ну, да, может быть. Ну, посмотрим. Может, действительно, он замкнет вот это вот повышательное движение. То есть, это несколько торговых дней, мы можем еще увидеть свечку по «Газпрому», да? Может быть, да. А потом все переменится для всего рынка. Уже после нового года? Вполне возможно. Дима? Ну, да, согласен, что плюс нужно добавить, что вот этот рост как раз, вот если мы говорим и про «Газпром», проходил как раз на то, что «Газпром» у нас от максимумов, там, с сентября отвалился, там, процентов на 20 вниз. И несмотря даже, а его вес там в индексе плюс, там, 16-17 процентов, плюс-минус, да? Нет. По российским, а по международных еще больше, там, доля его. То есть, да, несмотря даже вот на такой, как бы, груз, тем не менее, индекс достаточно за счет других бумаг существенно вырос. То есть, очаговый-то спрос был, мы видим, что. Вот, другое дело, что, как бы, рост такой, он, не было такого взрывного роста, как был в середине сентября, был такой поступательный рост, там, по 2 процента в неделю. Но, тем не менее, он стабильный был. Ну, и, в принципе, да, если я вот с Костей соглашусь, если, так сказать, избегать стереотипов, которые уже, наверное, сейчас неуместны на, в нынешних реалиях, я имею в финансах, избегать стереотипов ралли. Да, раньше мы говорили, что ралли – это вот, да, движение такое достаточно долгое и длительное, и с точки зрения времени, и с точки зрения ценовых каких-то. А сейчас вот, действительно, 10 процентов, да, сколько там, полтора месяца. Вот вам и ралли. Ну, по сути, вот в этом году ралли было только, наверное, такое более-менее классическое понимание ралли, как мы привыкли за предыдущие годы. Это было только первое квартале. Вот в первом квартале был достаточно серьезный продолжительный период роста до президентских выборов. После президентских выборов у нас пошло спад и потом переходящий в достаточно серьезную коррекцию. Вот, а так потом были только вспышки в сентябре и сейчас. Ну, вот, и все. А так, в общем-то, причем все понимают, с чем эти вспышки связаны. Потому что до нас опять вот как бы докатилась эта волна взятия риска, скажем так, на глобальных рынках. А на глобальных рынках это было связано с КВИ в сентябре и КВИ в декабре. Все. И, естественно, с действиями ЕЦБ, опять же, в августе-сентябре, когда там Мария Драги сделано все возможное, чтобы за уши вытянуть европейские рынки и снизить доходности по облигациям Испании и Италии. Вот, фактически, если бы этого не было, рынки индексы, они выглядели бы, ну, так, очень-очень посредственно. А с учетом, конечно, действий центробанков, опять же, нерыночный фактор, да, сыграл. Мы увидели, замечательный год, ну, замечательный год. Ну, S&P больше 10%, DAX 30%, в Европе все зеленое. Вот, если я бы не знал, что происходило в течение года, мне просто показали бы, вот, изменение, я бы сказал, о, кризис еврозоны прошел, вот это да, решили проблему. Греция в плюсе, Испания только небольшой минус. Все в плюсе, все шикарно, двузначные цифры везде. Да. Парадоксы, сплошные парадоксы. Я, прошу прощения, давайте, если можно, еще буквально два слова про шоу, я буду пользоваться твоим названием, про шоу «Фискал Клифт». Вчера, по-моему, да, прошла эта информация, вчера, сегодня, ну, боюсь за точность, информация о том, что отложили, да, не договорились республиканцы с демократами, и депутаты отложили голосование, вот, по одному из предложений, что, естественно, заставило народ выходить из риска, да, немножко, ну, даже не немножко, прилично уронило там основные индикаторы, основные инструменты. Есть ощущение, ну, вы можете со мной не согласиться, что до Нового года уже никакого революционного согласия, да, революционного, ну, такого глобального согласия достигнут не будет, и вся эта история автоматически перейдет в Новый год. Вот, вот мы просыпаемся в тринадцатом году, первый рабочий день, я не помню, там, по календарю какой у нас, четвертое, по-моему, число, что-то нет? Второе, четвертое, не помнишь? На каком? На каком рынке? На российском, восьмое. Не о нашем, не о нашем, я сейчас. А там, по-моему, второе число уже. Второе число, первое, да. Оказались мы вот в Новой Реалии, да, в условиях, когда, собственно, этот самый фискальный разрыв случился. Как будет выглядеть действительность, Костя? Ну, действительность, я думаю, что будет выглядеть не очень хорошо, вот, потому что я думаю, что после того, что рынки закладывали, сначала возможное решение позитивное этого вопроса, потом, когда они столкнутся с реальностью возможной, да, что, скорее всего, и случится, будет несколько, скажем так, желаний рынка спровоцировать решение, скажем так. Потому что очень часто рынки подталкивают политиков к более быстрому решению проблемы. Потому что, как спекулянты, они загонят доходности Италии и Испании там выше 7 процентов, и сразу Мария Драги, значит, там начинает, там что-то Бороза, там Мария Драги, еще там функционеры, вот, начинает говорить. Мне кажется, может быть вполне такая ситуация, что американский рынок, он сам будет подталкивать в итоге к более скорому решению. Ну, американский рынок в данном случае подталкивать может как? Он рухнет после нового года? Рухнет, рухнет, на 100-150 пунктов вниз, и подталкивается. Да, кроемся с дыркой, да, и среди сразу зашевелятся. Да, хороший повод будет сыграть низ. Вот, тем более, что сейчас... Именно на открытии, да, 2-го числа, вот, там, американцы открылись, и мы видим вот такую ситуацию. Ну, да, будут продажи, и это будет хороший повод для того, чтобы уже начать такую хорошую коррекцию, которое, в общем-то, не произошло в последние месяцы. Ну, и как минимум зашевелиться, да, кому надо. Сейчас мы слушаем новости, еще раз на Финам.ФМ, оно продолжит. Итак, продолжаем эфир. Уважаемые слушатели, подводим финансовые итоги недели, в какой-то степени финансовые итоги года, хотя впереди у нас еще будут сухие остатки на следующей неделе. В студии сегодня Дмитрий Дебезенков, начальник экономического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Константин Гуляев, руководитель управления рыночных исследований инвестиционной финансовой дома «Капитал». Значит, вопросы у нас уже пошли, пошли, пошли. Косяком, но давайте все-таки мы еще некоторое время оставим, а потом начнем на них отвечать. У меня есть к моим коллегам, к моим гостям еще разговор. А про еврозону все-таки хотелось бы услышать, что вы думаете по этому поводу. Ну, на самом деле, до эфира, да, мы представили себе картину, когда «Фискал Клифф» случился, таки не договорились они, да, и 2-го числа, как правильно, ну, собственно, как озвучили и Костя, и Дима, да, мы увидели, допустим, отрицательную реакцию рынков Северных Штатов Америки, и это создает, во-первых, технической точки зрения долгожданную коррекцию, а с другой стороны, это создает повод для того, чтобы те, кому надо, зашевелились бы. Тем не менее, проблемы еврозоны почему-то на втором плане, ну, может быть, и не почему-то, может быть, так и надо. Сейчас вот на это смотрите, а завтра будете на это смотреть. Есть некая такая идея манипуляции, да, это нормально. Так вот, что ждать от еврозоны, я добавлю сюда, еще вчера мы это обсуждали тоже, проблемы Кипра могут выйти также на первый, даже во главу угла могут подняться они, да, опередить проблему Греции, потому что, по-моему, Борозу тот же самый говорил, что там еще похлещая ситуация. Кость, как ты думаешь, что нам ждать? Ну, мое мнение такое, что на следующем году точка, опять слабое звено всего, останется еврозона, как в этом году. Всего, ты имеешь в виду финансового мира. Да, всех глобальных рынков, потому что, значит, надо признать, что в этом году американская экономика стала показывать признаки реальной жизни. То есть за рынком жилья потянулся рынок труда и там ряд других показателей. Понятно, что, как бы, эти показатели могут быть испорчены, если случится несогласованность в решении проблемы fiscal cliff, потому что тут, видите, если фактически, что такое fiscal cliff? Это austerity. Это тот же самый austerity, за который бьются все большинство стран еврозоны, которые испытывают финансовый труд. По-русски только переведи austerity. Это снижение расходов, повышение налогов, снижение долга, значит, относительно долга ВВП, снижение дефицита бюджета. Вот. Это то, что делают европейские страны, и что воспринималось позитивно, что инвесторы любят, и что любит Германия, когда эти страны делают. К чему это приводит? Это приводит к рецессии. Это приводит к снижению темпов роста, как минимум. Ну, в другой стороне, если они этого не делают, идет вопрос, значит, темп роста там 2% сохраняется, но растет дефицит, или не сокращается дефицит бюджета, растет госдолг, понижение рейтинга грозит. Или потому что надо повышать потолок постоянно. Надо будет уже повышать в первом квартале обязательно повышать потолок госдолга. То есть вот решение должно быть где-то посрединке, чтобы ни рецессии, ни госдолг не увеличился такими темпами. Вот поэтому, но американская экономика, она, если вот как бы не вот этот фактор, конечно, может нарушить баланс, но она, в принципе, реально начинает чувствовать себя намного лучше. Это видно, в принципе, по статистике. Да, статистики действительно в этом году, наверное, самые лучшие за все последние годы, точно самые лучшие. И в следующем году действительно многие уже говорят о том, что американская экономика продолжит восстановление. Хотя темпы роста, они, опять же, не таким большими будут, но, тем не менее, основные секторы проблемно, они пойдут вверх. А еврозона, что еврозона? Ну, мы видели, что на последнем заседании ЕЦБ Мария Драги ничего не оставалась другого сделать, чтобы признать, что прогноз роста экономики еврозоны будет, ну, очень-очень-очень посредственным. Точнее, он будет либо рецессия, либо очень-очень слабым. Вот в этом диапазоне. Поэтому в целом экономика еврозоны, проблемы не решены, проблемы сохраняются. Они заретушеваны действиями ЕЦБ, причем даже действиями в основном заявленными, но не выполненными, потому что по Испании, по Италии, фактически какой-то программы так и не было ничего сделано по Испании, я имею в виду. Вот только по Греции было выполнено. Вот поэтому неизбежно, что проблемы еврозоны, так или иначе, в следующем году выйдет на первый план, опять будут удоражить умы инвесторов. Бедных и несчастных я бы добавил еще, да? Ты как смотришь, Дима, на еврозону? Позитивно? Ну, еврозона, собственно говоря, уже действительно статистика подоговорит сама за себя. Видим, что необходимых решений и в экономическом плане не проводится. И, собственно говоря, стала даже намечаться некоторая пробуксовка локомотива европейской мельтогомонники Германии, в том числе и по вине, собственно, властей Германии, которые в значительной степени препятствовали смягчению кредитно-денежной политики в еврозоне, что для Соединенных Штатов, как мы видим, оказало существенную поддержку. Мы видим, что и в части потребления вот эта мягкая денежная политика дает положительные результаты, пошло потребление, пошло кредитование. Согласен с тем, что вот если проблему фискал-клиф не удастся решить, и чисто психологически она будет воспринята негативно, то это окажет определенное давление на потребление в США, и это может затормозить вот те позитивные изменения, которые есть. Но в целом, думаю, что вот, собственно говоря, действия ФРС, программы КУИ, они дали свой результат, и думаю, что если фискал-клиф окажет определенное давление на доходы, то, скорее всего, возможно, мы можем увидеть и какую-то дополнительную программу КУИ-4, которая компенсирует вот этот провал. Я думаю, что вот успешность программы количества смягчения, успешность программы мягкой кредитно-денежной политики по выходу из кризиса, по улучшению основных макроэкономических показателей в США, она действительно дает результат, и мы видим это по статистике. Есть как бы, это также может определенную поддержку дать европейской экономике, которая завязана на США, если те темпы роста, которые в третьем квартале продолжатся и в четвертом, то мы увидим, что европейская экономика будет позитивно реагировать, но действительно вот статистика по Германии последняя достаточно тревожная, поскольку это основной локомотив, который вытягивает периферийные страны и нивелирует тот провал, который есть у них, и если она будет пробуксовывать, то я думаю, что так или иначе европейским властям нужно будет принимать необходимые шаги по смягчению кредитно-денежной политики. То есть не ставить долг как некую долг. Там еще и ставку они могут, если уж это будет работа, они могут ставку 0,75. Это решение, которое напрашивалось, и возможно оно даже запоздало. Мы вот обсуждали это решение где-то в сентябре, оно тогда было актуальным. То есть сейчас оно несколько запоздало, и с этой точки зрения мы в общем-то в определенной степени наблюдаем некоторую пробуксовку и в промышленном производстве Германии. И если вот эти тенденции будут усугубляться, то конечно для европейской экономики будет достаточно тяжело еще как выходить из этой ситуации. Я понял. Ну то есть в любом случае я думаю, что мы еще услышим. Мы еще услышим. Еврозона, конечно. Еврозона, да. Здравствуй, Еврозона. Он вообще, если вот Трише выступал сегодня, он вообще говорил о выходе Великобритании из Евросоюза. Из Евросоюза, да. Он на это проблему муссировал, говорил, что в принципе ничего плохого для Евросоюза не случится. В Великобритании это еще непонятно. Ну слово выход, да, главное, на мой взгляд, психологическое по крайней мере, да, значение это слово выход из Еврозоны, из Евросоюза. Это вот по ушам сразу. Никто же не разбирается, да, хорошо это, плохо, кому плохо от этого. Выход, все. Выйдет, все увидят, что стало лучше. Да, да, да. И все скажут, вот черт, а, надо тоже выходить. Будет еще лучше. Вот у Германии проблем-то будет. Кстати, я отвлекусь. Дело в том, что открылись американские площадки, открылись они гэпом вниз. Сейчас Dow Jones теряет больше процента, S&P 500 почти полтора процента. Усилилось падение на сырьевых площадках. Так, что у меня евро, евро-доллар ниже 32 уже, так, достаточно серьезно. Падает рубль, падает РТС, падает ММВБ. В общем, веселуха. Веселуха. Кстати, золото отскакивает, серьезно, 1653 сейчас уже. В общем, как-то немножко приходят в себя, я думаю, да, вот эти раскоррелированные инструменты, мы, кстати, об этом как раз говорили, приходят немножко в себя, да, в логику опять. Так, давайте, у нас есть много вопросов, ну, на все, наверное, мы в любом случае ответить не успеем. Но с чего-то начнем. Ну, вот, по крайней мере, молодой спекулянт, я начну с ответа на его вопрос, о том, что он молодой, и нельзя дать ему возможность огорчиться. Первым, на что рассчитывать по ГМК Норникель, спрашивает он, есть у него желание дорасти до 6 тысяч, откатить, пойти на максимумы. Костя. Ну, для меня Норникель, прежде всего, теперь это дивидендная тема, это уже, как бы, понятно, потому что обещание выплачивать 3 миллиарда в год, это означает, фактически, удвоение тех дивидендов, которые были. Они платили больше полутора миллиардов, это где-то в районе там 250 рублей, чуть меньше. Сейчас это, видимо, будет там 450 и под 500, возможно. У них еще такая формулировка была, одна второй Ебеды. Одна второй Ебеды. Ебеда Норникеля где-то там 5,5-6 миллиардов долларов в год. То есть это как раз трешка и есть за год. Поэтому достойная дивидендная доходность под 10%, вот. Поэтому это имеет смысл, имеет смысл. Тем более, что сейчас вот эта вот тема с тлеющим и разгорающимся иногда корпоративным конфликтом, она может отойти на второй план. По своей стоимости ГМК оценен не выше, чем все другие аналоги в мире. И, в принципе, с учетом дивидендной доходности, я думаю, что там... То есть 6 тысяч это нормально? Ну, скажем так, она сейчас отросла больше, чем на 20% без коррекции. Просто подскочила с 4,700 на 5,700, грубо говоря. Понятно, что тут 6 тысяч это уже не тот таргет, который нужно ожидать. То есть вполне возможно сейчас будет некая коррекция. И надо, конечно, с моей точки зрения, это интересная бумага для вложений. Ну да, и учитывая тем более такие перспективы в дивидендной доходности, да, это очевидно. Причем мы весь год, да, или всю половину, по крайней мере, ближайшую половину года говорили, что в поиске идей, да, вот одна из основных идей, это идея дивидендной доходности. И тут, соответственно, все логично. Так, еще есть вопросы. Ну, на него мы отвечали. Илья спрашивает, Газпром почему хорош? Из-за отчетов, спрашивает он. Ну, видимо, он, как всегда, поздно присоединился к нашему эфиру. Отвечали уже на этот вопрос. Есть два вопроса по Уралкалию. Сможем мы прокомментировать? Вот, в частности, Андрей, это наш постоянный слушатель, спекулянт с большой буквы С, пишет следующее. Олег, сегодня действительно удивительный день, что с Уралкалием случилось, но я имею в виду его сегодняшнее падение, да, и он говорит, я причем вижу, он потирает руки, так, ну, как обычно спекулянты это делают. Он меня сегодня приятно удивил. Цена гуд, вошел, ждем-с. Процитировал я. Так что с Уралкалием случилось, ну, и даже если мы не найдем причины сегодняшнего падения, что, собственно, не так страшно, чего можно ждать от этой бумаги? Дима, ответим? Извини, пожалуйста, 4% в этот момент он теряет, больше 4%, 236 уже его текущая стоимость. Теряет? Теряет, теряет. Он упал сегодня здорово, но вот больше, чем на 4%. Поэтому Дима, Андрей, это наш слушатель, и обрадовался, он его купил по-хорошему. Да-да-да-да, видишь, он его взял и радуется, потирает руки. Ну, Уралкалий, как и, в общем-то, сам сектор достаточно волатилен и цикличен. Поэтому мы видим, что спрос на продукцию также цикличен. Поставки продукции идут по долгосрочным контрактам, которые пересматриваются несколько раз в год. Поэтому само по себе бумага достаточно поэтому волатильна. Видим, что циклические сектора более волатильны. Дим, я тебя перебью, у нас сейчас время все-таки послушать новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим отвечать на вопросы. Дожди. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели, продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели, отвечаем на вопросы. Собственно, вот один из них мы начали, очередной вопрос, да, мы начали озвучивать. Действительно рухнул сегодня и продолжает, кстати, падение Уралкалий. Чем это связано? Вот мы за эфиром посовещались, ответ не нашли. Да, но это может быть связано с какими-то отдельными корпоративными негативными новостями. О которых мы завтра узнаем, да, или когда в понедельник. Это бывает. Так или иначе узнаем. А может быть, вот, так сказать, как мы видим на рынке и бывают и ложные всякие новости, как на этой неделе было с АвтоВАЗом. Но, тем не менее, так сказать, корпоративные новости могут достаточно сильно влиять в моменте на цену акций. И, ну, в целом, по Уралкалию рентабельность в компании очень, как одна из сильных сторон, очень высокая. А в целом компания, выручка стабильная, рынки избыта стабильные. Поэтому, в целом, фундаментально компания сильная. Вот. Я бы хотел добавить, может быть, еще про ГМК и про Газпром. Мы сказали про положительные, но... Нет, ну, там еще вопрос был, помнишь, да? Сейчас я его прочту. У нас Илья спрашивает, он любитель опаздывать, во-первых. Газпром почему хорош? Из-за отчетов, он спросил. Из-за отчетов. Ну, про Газпром я бы добавил, что мы видели достаточно слабую динамику негативную. Конечно, он был сильно перепродан. Порядка 20% он потерял вот с пиков в сентябре. И, в целом, если мы говорим по производственной отчетности, то производственная отчетность отставала, конечно, от планов. Но свое влияние оказывает погодные условия. У нас одна, по прогнозам, одна из самых холодных зим, и мы уже это ощущаем. Вот это будущее, да? Или нынешнее? Нынешнее, нынешнее. И уже на порядка 10 градусов ниже нормы. И рекордное энергопотребление. Поэтому, думаю, что и добыча, и продажи будут только расти у энергокомпаний. Соответственно, это отразится и на доходности. Поэтому, наверное, можно ожидать достаточно позитивного результата за четвертый квартал. И, соответственно, это можно как-то спроецировать и на доходность дивидендную. Ну, мы сказали про позитив, безусловно, и про ГМК. Но нужно добавить определенные риски, связанные, о чем мы говорили до этого. Про негатив, это относительно слабости цен на металлы. Мы видели, что и никель, в общем-то, цены, наверное, мы ожидаем несколько большего от того, что есть на рынке. Не может пробить психологически важные уровни в 17 тысяч. Зато, ну, плюс медь достаточно волатильна. Это как бы может оказывать негативное влияние в плане доходов компании. И поэтому то, что компания заявляет хорошие планы по дивидендным выплатам, это только позитивно миноритарные акционеры могут оценивать. Но в то же время есть вот риски, связанные именно с конъюнктурой цен на металлы, что может несколько скорректировать планы по ожиданиям по EBITDA. И здесь это надо, конечно, иметь в виду. Ну, то есть есть какие-то риски, да, в любом случае. Вот они связаны именно с конъюнктурой. Хорошо. Давайте еще есть вопросы. Значит, ну, давай начнем. Вот он первый, и, соответственно, мы о нем уже сегодня вспоминали. Костя, Дима. Уважаемые гости, вот золото пошло резко вниз. Стоит ли сейчас покупать? Будет дальнейшее падение? В общем, что с золотом? Как ты видишь эту историю? Я считаю, что стоит. Я считаю, что золото стоит покупать. Цены хорошие, с моей точки зрения, там районно... 1650. Да, 1650. 1650 плюс-минус. Мне кажется, что, скажем так, в перспективе года мы увидим цены порядка на 200 долларов выше, чем текущие. На 200. Ну да. 1650, 1800. Ну, то есть где-то к историческим максимумам. Ну, исторически там еще надо соточку прибавить. Соточку прибавить. Там, по-моему, 1950 было, вот. Ну, я как бы оцениваю, что 10-15% золота даст. Ну, то есть, да, и уровни все-таки сейчас достаточно интересные. Опять же, это не тот актив вообще золота, да, который растет как акции. Да-да-да. Дима, по поводу золота. Добавишь что-то? Ну, золото традиционно такой защитный актив и очень чутко реагирует на ситуацию по основным макроэкономическим проблемам и по тем проблемам, о которых мы говорили, и по фискал клип будет реагировать на его решение. И в целом на макроэкономическую ситуацию. Поэтому предсказывать его движение достаточно сложно. Но с учетом того, что мы обсуждали, что наличие проблемы, и эти проблемы, скорее всего, в той или иной степени будут сохраняться в будущем году, золото, наверное, будет иметь поддержку. И в целом можно рассматривать как достаточно устойчивый товар. Потом мы же видим, что балансы мировых центробанков, они только расширяются. Это создает, в принципе, питает долгосрочные инфляционные ожидания. Потому что баланс ФРС, вот в декабре они приняли QE, который увеличивает баланс, расширит его до 4 триллионов долларов. По факту ЕЦБ сейчас порядка 3 миллиарда евро, 3 триллиона евро, что тоже фактически есть уже 4 триллиона долларов. И баланс британского банка также, в принципе, за последнее время только раздувался. Банк Японии тоже самое проводит, такую же политику. Банк Китая тоже принимал программы увеличения. Поэтому, в общем, там, правда, немножко другие, там более инфраструктурные такие программы. Поэтому, в принципе, в период расширяющихся балансов центробанков, это, конечно, создает определенные именно долгосрочные ожидания. Потому что мы видим, что пока это как-то влияние на инфляцию не оказывает, но, тем не менее, ожидания все-таки это не уменьшает. И на этом фоне, конечно, золото будет чувствовать себя неплохо. Традиционно, да? Так, и еще давайте несколько вопросов. Я их объединю, собственно, вопросы, касаемые валютного рынка и инструментов разнообразных. Ну, давайте поговорим о главной валютной паре, о евро-долларе. Вот она, как мы видим, на прошлой неделе сделала уже максимум, да? Недавний выше, практически 1.33. Сейчас она начинает коррекцию, вот интересуются наши слушатели, что это, коррекция, разворот продолжается, после нового года будет евро падать или оно пойдет куда-то выше еще, 1.35, 1.40, Костя? Ну, евро к доллару, если говорить о технической картине, не смогло преодолеть сопротивление в районе 1.32.90. Вот, потому что если бы она пробила, она бы, наверное, пошла к 1.35, как очевидного уровня сопротивления, если смотреть график. Вообще, как бы, мой взгляд на евро, он уже, наверное, целый год негативен. То есть я вообще, как бы, если сравнивать фундаментальные показатели, что, какие должны быть соотношения валют американскую экономику ее перспективы и экономику еврозоны ее перспективы. С моей точки зрения, евро должен стоить на 10 фигур ниже. Он должен стоить не 1.32, а 1.22. Но есть такой фактор, как QI и расширение баланса ФРС, о том, о чем было заявлено в декабре, это, конечно, серьезно подпортило перспективу доллара. Потому что это напрямую влияет на доллар. Я понял. Костя, я прошу прощения, Дима, прошу прощения, время у нас, к сожалению, закончилось, вот его чуть меньше стало, я вас благодарю за участие в программе. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, увидимся в понедельник, до свидания.